Вопрос передачи Ивановских муниципальных учреждений здравоохранения в собственность региона обсудили депутаты городской думы. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2013 года медицинские учреждения будут финансироваться за счет бюджета области. Это позволит региональному департаменту здравоохранения более эффективно распределять финансовые средства между поликлиниками и больницами области. Из собственности города Иваново в региональную будут переданы 18 муниципальных бюджетных учреждений из 149 объектов недвижимости. Ничего страшного в этом нет. Мы знаем, что по этому примеру сегодня работает много учреждений здравоохранения в Европе, Америке и так далее. Поэтому я думаю, что качество обслуживания не пострадает, а я думаю даже выиграет. Поэтому цель здесь, конечно, федерального руководства и регионального в том, чтобы действительно вот те недостатки, которые есть сегодня в здравоохранении, чтобы их исключить. Никаких изменений в связи с переходом на одноканальное финансирование врачи почувствовать не должны, так как и в настоящее время сфера здравоохранения финансируется за счет субсидий регионального бюджета. С момента вступления в силу закона городское управление здравоохранения будет ликвидировано, а штат областного департамента здравоохранения напротив вырастет в полтора-два раза. Но это, по словам городских чиновников, вовсе не означает, что муниципальные власти не смогут контролировать качество медицинских услуг. Система федерального регионального муниципального контроля будет сохранена. И, естественно, и депутаты городской думы, и, соответственно, представители органов местного управления могут, соответственно, контролировать работу учреждений здравоохранения. Это будет система и общественного контроля. Чиновники уверяют, что когда все лечебные заведения станут региональными, жители непременно ощутят положительный эффект. Необходимый курс лечения можно будет пройти в любом медицинском учреждении вне зависимости от прописки. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.